Этому маленькому ежику всего полторы недели, таких восемь малышей. Они лишились мамы и теперь их выкармливает кошка Муся. Своих приемных детей кошка кормит шесть раз в день, каждые два-три часа. Делать это ее никто не заставлял. Как только ежат принесли в зоопарк, Муся сама проявила инициативу. Она подходила к клетке с ежатами, интересовалась, пыталась засунуть лапку, мурлыкала с ними, ложилась возле клетки. Колючих малышей Муся восприняла как котят. И как только ее к ним допустили, стала ежат выкармливать. До этого кошка уже была приемной мамой для чужих котят. Две недели назад ее стерилизовали, но это не повлияло на материнский инстинкт. Молоко – это гормоны. У нее был всплеск гормон, которые дали организму настрой, что нужно выкармливать. Детеныши появились, их нужно выкормить. Ежата начнут есть самостоятельно только примерно в три месяца. А пока, по словам ветеринаров, они стабильно развиваются и набирают вес. Примечательно, что Муся не только кормит колючую восьмерку, но даже вылизывает, греет и спит вместе с приемными детками. Иголки у таких маленьких ежат не особо острые. Конечно же, они предоставляют ей небольшие неудобства, но в принципе кошка терпит, потому что она мама. Такие ситуации, когда самка одного вида выкармливает детенышей других особей, называется межвидовое усыновление. В дикой природе оно практически не случается, в основном в домашних условиях. Потому что в дикой природе животные стремятся к выживанию. У них нет возможности выкармливать чужих детенышей, когда нужно развивать своих, рождать своих. Пять лет назад в зоопарке Владивостока был подобный случай. Далматинец по кличке Рыба выкормила волчонка. Правда, сразу после вскармливания перестала обращать на него внимание. В животном мире почему-то так происходит. Материнский инстинкт пропадает вместе с молоком, и самки становятся равнодушными к приемным детенышам. Когда она выкормила своих детенышей, они по факту становятся ей конкурентами, потому что они начинают уже конкурировать за еду, за местоположение, где они живут, за размножение в том числе. Правда, в отношении Муси ветеринары не могут сказать наверняка. По их словам, у кошки невероятно сильно развито желание быть мамой. И, возможно, она и дальше продолжит заботиться о колючих ежатах. Ирина Мокрецова, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.